Здравствуйте! В эфире программа «По скриптум». В студии работает Ирина Вобещевич и гость сегодня у нас в студии Сатыбаев Арман Ерланович, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. Арман Сатыбаев трудовую деятельность начал в 2014 году в Карагандинском государственном техническом университете. С 2017 года на государственной службе. С этого же года стал главным специалистом отдела водоснабжения и водоотведения ГУ Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. С 2022 по 2023 годы занимал должность руководителя отдела водоснабжения и водоотведения Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Каргандинской области. С декабря 2023-го заместитель руководителя этого управления. Здравствуйте, Арман Ерланович. Рады видеть вас в нашей студии. Вы занимаетесь энергетикой, заместитель руководителя Управления энергетики. Ваша сфера деятельности очень достаточно обширна, но сегодня мы вновь решили поднять тему газа и газоснабжения. Ведь у нас что-то, на наш взгляд, как журналистов, я думаю, и у жителей такое же мнение сложилось, что у нас что-то очень часто стали взрываться газовые баллоны. Все ли в порядке у нас именно в этой сфере? Давайте об этом поговорим. Ну, для начала давайте вот вновь напомним жителям, какие запреты эксплуатации баллонного газа в быту существуют. Да, очень справедливый и значимый вопрос. Действительно, у нас на сегодняшний день есть закон о газе и газоснабжении, согласно которому запрещается использование бытовых баллонных газов на квартирных жилых домах выше второго этажа. То есть те строения, которые имеют два и более этажа. А также запрещается, данным законодательством запрещается, особенно часто происходящий случай, запрещается заправка бытовых баллонных газов на автозаправочных станциях. Ведь не секрет, ни для кого не секрет, что жителям, потребителям проще пойти и заправиться на ближайшей заправке, где реализуют газ, нежели чем обратиться в специализированную организацию. Данным законом это действие запрещается. Арман Ерланович, почему они происходят именно на заправках? Почему, когда введен запрет, это же не всегда было, когда-то заправляли, потом в какой-то момент ввели запрет, но очевидно, ссылаясь на какие-то нормы, на какие-то, да, все у нас же правила написаны, по сути дела, кровью. Вы все правильно говорите. Да, и почему людям все-таки удобнее? Это что, это дешевле? Это вот, я даже слышала вот такие мнения, что да, вот раньше на специальных точках заправляли, газа не хватало надолго. Вот начали на заправках заправлять, и полный баллон заправляют, и все так замечательно, и газа надолго хватает. Вот это что за мнение вот такое обывательское? На самом деле это миф, у нас поставки идут с одного поставщика, у нас по области порядка 12 услугодателей, кто занимается реализацией этого. Крупный из них, конечно же, расположен в областном центре, в Караганде. Почему так происходит? Я думаю из-за того, что в случаях, когда потребителю необходимо обратиться в специализированный пункт, необходимо иметь себе паспорт этого баллонного газа, чтобы он имел срок действия. Зачастую у нас в советских времен, у большинства потребителей, наверное, процентов более 90, срок эксплуатации превышает нормативную, допустим. Есть специальные требования по безопасности систем газоснабжения, утвержденные, соответственно, в общем, у полномочного угла, согласно которым необходимо каждые 5 лет проводить поверку именно бытовых баллонов газа. И общий срок эксплуатации, он, конечно, устанавливается заводом-изготовителем, но не должен превышать более 30 лет. С обязательным прохождением поверки раз в пятилетку. Наверное, я склоняюсь к тому, что из-за того, что эти требования не соблюдаются, и, соответственно, хочется быстрее решить вопрос наполнения газа. То есть, по принципу, чем ближе, тем быстрее потребитель обращается в ближайшую газозаправочную станцию. Почему заправщики на автозаправках все-таки заполняют? У них же есть какие-то распоряжения. Это говорится уже об ответственности каждого отдельно взятого оператора. Когда ввели запрет в дополнение в закон, мы, как местные исполнительные органы, разослали во все эти газообслуживающие организации, во все местные исполнительные органы письмо о напоминании о том, что заправка бытовых баллонных газов на автозаправках запрещена. Арман Герланович, ну давайте расскажем, может, телезрителям, кто не знает, в чем отличие, если заполнять на специализированных пунктах, в специализированных пунктах, либо на автозаправках. В чем отличие? Отличие просто, когда вы привозите баллон на автозаправочную станцию, не у всех установлены специальные измерительные приборы, не у всех имеются специальные измерительные приборы. Там просто стоит кран, клапан подключается к баллону и заправляется. Что необходимо знать? Необходимо знать объем массы, которая содержится в баллоне, потому что не факт, что он полностью пуст после использования. То есть, может, там есть какой-то остаток газа, есть примеси, которые образуются в процессе использования. И вот эти все факторы, они не позволяют в точности наполнить именно необходимым объемом газа, который может этот баллон выдержать. Зачастую поэтому и происходит перенаполнение. Давление расширяется, особенно на морозе. И когда мы приносим в дом, соответственно, происходят плачевные случаи, которые недавно произошли в поселке Ботокара. То есть, надо соблюдать элементарные правила безопасности. Это все прописано, как вы правильно отметили, это все написано кровью. Не зря придумали определенные требования, потому что, опять-таки, исходя из опыта, в тех же требованиях по безопасности систем запрещается хранение баллонов в жилых комнатах, в жилых помещениях, запрещается использование, непосредственно использование после занесения из холода в тепло. Вот эти все случаи, к сожалению, не всегда используются в быту. И это приводит действительно к хроническим последствиям. То есть, какие-то действительно правила прописаны, вплоть до того, что этот газовый баллон, чтобы транспортировать, должны быть специальные тележки. Но это же не спроста было придумано. Да, у организаций, которых я озвучил, у них есть специальный автотранспорт, который обеспечивает перевозку этого. Любой потребитель может обратиться, заказать, либо привезти именно в специально оборудованную станцию, проверить его, сделать поверку. В случае подтверждения, что да, этот баллон может дальше эксплуатироваться, ему выдают соответствующий документ. Где можно правильно заполнить баллоны? Вот, как я сказал, по городу Караганда это такие компании, как Алемгаз, Хантергаз, Газуэлл, в городе Тимиртал, Тимиргаз. Можно обратиться в эти компании напрямую, к каждому потребителю, и пройти соответствующую поверку. То есть, сколько, ведь они не все предоставляют именно по заправке именно баллонов, это где-то какие-то точки находятся. Потому что в комментариях люди писали, что этих точек недостаточно, далеко ехать. Ну, основная точка, где, скажем так, база располагается, да, это в районе Михайловки, район Михайловка. Там располагается, например, Алемгаз, Газуэлл располагаются. Ну, если мы говорим уже о безопасности и о такой ценной вещи, как жизнь человека, ну, я думаю, это не составит труда отвезти баллон и сделать соответствующие процедуры. То есть, специалисты этих пунктов, они должны осматривать баллон, они, наверное, тоже инструктивно. Да, имеется определенный регламент, да, согласно которому проводится поверка. Чтобы не было повреждений, каких-то вмятин. Да, конечно. На исправность, да, проверяют. И вот это вот та самая поверка, о которой вы говорите, которая необходима раз в пять лет по принципу поверки. Да, альтернатива, как мы в домах проводим поверку приборов учета. Ну, это уже, уже, как наш, скажем так, не нонсенс для нас, а бытовое действие. Каждый определенный период, те же пять лет, нам необходимо проводить поверку. Здесь то же самое. Ну, если счетчик воды, он, допустим, максимум, какую приведет неисправность, это перестанет показывать правильно показания. Искажать начнет. Искажать данные. То здесь это жизнь человека на кону. Ну, немножко надо о таких вещах задумываться. Есть какие-то нормы в плане того, что количество, да, баллонов в одном помещении. Вот недавно был случай СТО, просто взрывы, четыре баллона находились сразу, и они как по цепной реакции начали взрываться. Да, этот случай, произошедший в Тимиртал. Ну, нет, это был случай на СТО тоже, не буду сейчас, на днях буквально. Конечно, да, потому что данные баллоны имеют разную емкость, именно наполнение жидкого газа, то есть это разные виды газа. И, соответственно, при использовании недопустимым их смешания, и в результате чего могут произвести, пройти такие, как называемые, хлопки. Конечно, это тоже следует соблюдать. Уважаемые телезрители, напоминаем, сегодня у нас в гостях Сатыбаев Арман Ерланович, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. И говорим мы сегодня о газе и газоснабжении. Арман Ерланович, вы уже затронули тему старых баллонов, да, у нас как-то сенсация была в прошлом или позапрошлом году, что вот человек нашел там клеймо или что-то там выбитое на этом самом баллоне газовом бытовом, о том, что он уже эксплуатируется, срок его эксплуатации стек уже более 30 лет. Вроде как выдали как сенсация. Но на самом деле у нас в каждый второй, наверное, баллон вот таким образом с такой давностью эксплуатируется, который уже давно должен быть утилизирован. К сожалению, это имеет место быть. И я рекомендую пройти очередную поверку и в случае признания этого баллону, почти 90% случаев, да, произвести замену и утилизацию действующую и приобретение нового баллона. Где приобретают баллоны, может быть, расценки, почему население не так активно приобретает новые баллоны, предпочитает покупать старые. Вот чисто из интереса на днях заглянула на один из сайтов, где продают, да, подержанные вещи. И баллоны там буквально старье перепродается, ну, за какие-то там мизерные суммы, но оно перепродается и люди покупают. По наследству, как говорится, передаются. Здесь я настоятельно бы не рекомендовал, потому что это же покупка с рук, и не факт, что продавец вам поставляет исправно работающий баллон. Я бы рекомендовал обратиться в специализированную организацию. Пусть это выйдет немного дороже, но мы опять-таки говорим, в первую очередь, о жизни человека и о его безопасности. Я думаю, на этих вещах не стоит экономить. Примерные расценки сейчас не назовете? Да, сейчас я вам не назову, но если необходимо, мы эту информацию можем осветить. Ну, получается, да, почему допускают в таком случае на этих пунктах, где заправляют, почему они заправляют в эти старые баллоны? Как это происходит? Ну, опять-таки, это ответственность операторов, ответственность этих организаций. Все при внесении изменений были предупреждены. Есть рабочие группы в составе местных исполнительных органов, лица отделов жилищной инспекции, департамента комитета промышленной безопасности, департамента по чрезвычайным ситуациям. Все эти организации проводят сходы, рейды, обходы, оповещения граждан. Наверное, вы могли заметить, что в одно время и продолжается оповещение департамента по ЧС о безопасности эксплуатации бытовых баллонных газов посредством СМС-оповещения. Также это оповещается в СМИ, также это оповещается в интернете, на различных пабликах. То есть, соответствующая работа проводится, но тут должна быть и ответственность, и сознательность. Ну, если уж мы надеемся на сознательность населения и понимаем, что это все не работает, то здесь надо какие-то другие меры. Вот на днях, тоже информация появилась, для исправления ситуации с газом в быту депутаты предложили усилить администрирование норм законов, запрещающих заправку бытовых баллонов без соответствующей поверки технического обслуживания, а также восстановить территориальные газовые инспекции с соответствующими штатами и полномочиями. Как вы к этому относитесь? Что у нас, кто у нас курирует, контролирует? Я думаю, это было бы очень полезным действием, потому что в советское время действительно были такие службы, проходили газовые инспекторы, проверяли оборудование на соответствие, проверяли баллоны, то есть могли обратиться. Я отношусь к этому положительно. То есть надо возрождать газовую службу, которая проводила бы учеб. Но здесь же и вопрос кадровой составляющей. Необходимо проводить обучение, чтобы специалист, который этим занимается, имел соответствующую квалификацию. Вот на самом деле я тоже помню в своем детстве, когда приходили газовщики с какой-то периодичностью, проверяли плиты, проверяли вытяжку в квартирах. То есть все это контролировалось, сейчас этого ничего нет. Службы упразднили. Да, к сожалению. Ну, это на постсоветском пространстве, это везде такая ситуация, к сожалению. И сейчас об этом уже говорят, что надо возрождать эти службы. Но, получается, газ, бытовой газ в баллонах, это не весь газ, которым вы занимаетесь. У нас же есть еще и другой газ. Да, мы уже с 2020 года началась активная газификация Караганинской области. К нам в 2019 году был подведен магистральный газопровод ЦРРК, протяженность которого пролегает от Казлардинской области, минувая нашу область и дальше на север. На сегодняшний день уже завершены работы по третьему пусковому комплексу в городе Караганда. Завершаются работы также по третьему пусковому комплексу в городе Тимиртау. На сегодняшний день у нас два города, наверное, продолжается работа. И порядка 8 тысяч абонентов имеют возможность подключиться. Но здесь и обратная сторона медали. Идет низкий процент подключения со стороны населения. Конечно, да, когда мониторишь соцсети на эту тематику, в частности, сталкиваешься с такими комментариями, что другое оборудование. Вот недавно как раз таки освещалось, почему мы должны платить за эксплуатацию, включать в договор. Ну, это же, я считаю, это нормальные вещи. То есть, заключая договор с другой, любой организацией, мы же оплачиваем их сервисное обслуживание. Здесь также специалист приходит, проверяет оборудование. Это имеется на постоянной основе в части ежегодной поверки. Или раз в полгода условно. Но при этом же и потребитель имеет возможность в случае какой-то внештатной ситуации, неисправности. Он же может так же обратиться. Уже у него будет заключенный договор с определенной компанией. Пусть даже это будет та компания, которая устанавливала. Мы читали и такие случаи, что проводил газ одна организация. А когда начали поднимать вопрос о сервисном обслуживании, этой организации уже не было. Конечно, есть и такой процент случаев. Но в основном, я думаю, что можно заключить договор с любой организацией, которая имеет аккредитацию, лицензию на этот вид деятельности. И спокойно пользуется оборудование. Касательно самой стоимости. Да, она варьируется. Здесь конкурентная среда. И здесь мы не можем кому-то вот так всех собрать и сказать, вы проводите столько-то. Это все проводится на договорной основе. В прошлом году мы, по поручению Акимобласти, была инициирована программа по подключению на льготных условиях. Это была, условно скажем, рассрочка. Неусловно так и есть. Рассрочка на пять лет под нулевой процент. Это выдавался через областной центр модернизации, жилищного и коммунального хозяйства. Заключался трехсторонний договор после определения потенциальным потребителем определенной организации. Заключался трехсторонний договор между жителем организации и центром модернизации. То есть механизм есть. В ней может участвовать любой желающий. 300 домов в прошлом году мы газифицировали по этой программе. Арман Герланович, но все-таки не могу не затронуть эту тему безопасности. То есть мы всегда говорим о том, что альтернатива баллонному газу, спасению, отоплению печками, опасному отоплению печками – это природный газ, централизованный. Но вот это вот событие в Тимиртау, я не знаю, на какой момент выйдет наша передача, и будет ли к тому моменту известны истинные причины взрыва в Тимиртау. Но некоторые журналисты поспешили, уже громкие заголовки такие были, что первый случай взрыва природного газа. Вот насколько это безопасно, и если это действительно был природный газ, то почему? Что произошло? Ну, этому может быть много причин, я сейчас не буду комментировать это, потому что сейчас проводится как раз таки по этому поводу расследование, продолжается. И здесь я попрошу, давайте дождемся официальных результатов, и уже будем из этого делать соответствующие выводы. Тем не менее, природный газ – это, как вы говорите, это и безопасность, и это экологичность. Да, конечно. Если соблюдать все определенные нормы. Вы знаете, в любом действии необходимо придерживаться определенных нормативов, правильно же? В первую очередь, мы заботимся о жизни. И если мы не будем придерживаться даже элементарных правил, о какой безопасной эксплуатации может идти речь? Да, конечно. Природный газ, он более экологичен. Тем более, у нас шахтерский регион, большое потребление угля. И снижение этого потребления будет, я думаю, положительно сказываться на экологичной обстановке. И по отзывам потребителей уже, которые имеют подключение к газу, положительные отзывы тоже имеются. Арман Ерланович, к сожалению, давайте вот на этой ноте мы и закончим. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что нашли время. Спасибо за приглашение. Уважаемые телезрители, а вам мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях был Сатымаев Арман Ерланович, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. И говорили мы сегодня о газе и газоснабжении. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин